Всем привет! Меня зовут Сергей Услендер, вы на моем канале и сегодня очередная сводка нашей войны с Хамасом. Идет 31 день войны и израильская армия официально объявила о том, что город Газа полностью окружен и армия приступает к его штурму. Эту сводку всегда можно поддержать лайком, подпиской, комментарием. Не забывайте включать уведомления. Я стараюсь выпускать видео каждый день. Распространяйте их, пожалуйста, помогайте нам бороться с прохамасовской и пропалестинской пропагандой. Можно задонатить, это тоже помогает. Вот тут вот где-то кнопочка суперспасибо, такое сердечко с долларом и две платформы Бусти и Патреон. Ссылки на них находятся в описании. Итак, генерал Агарри, глава пресс-службы Цахала, объявил накануне, что армия завершила окружение города Газа. 36-я, прошу прощения, дивизия прорвалась по линии Карни Ницарим с востока на запад к побережью Средиземного моря. Сформировано два кольца окружения, то есть внутреннее, которое вот, собственно, обращено стволами на город, грубо говоря, и внешнее для отражения попыток деблокирования. Но пока никаких таких попыток особо не предпринимается. Хамас, конечно, обороняется и пытается атаковать даже наши силы. Но армия сейчас, вот очнувшись от своего первоначального шока 7 октября, действует очень грамотно. Продвижение такое весьма и весьма медленное и осторожное. Военные не торопятся. Команда у них такая, что двигаться вперед, но минимизируя собственные потери. Поэтому активно используют тяжелое оружие для разрушения всего, что может представлять из себя угрозу. Это и туннели, и здания, и различные сооружения и так далее. Активно применяют авиацию. Сейчас авиация от вот таких массированных ударов по целям, выявленным заранее в анклаве, исчерпав банк целей, перешла к ударам по выявляемым целям, тем, что указывают на сухопутные войска, тем, что появляются вот в поле зрения там беспилотников, операторов беспилотников, которые беспрерывно практически висят над газой. И накануне, это вот было вот сегодня ночью, в ночь, соответственно, с вчера на сегодня, был нанесен по газе удар такой небывалой силы, как там сообщали очевидцы, что вот подобных ударов не было с начала войны. То есть, по всей видимости, это свидетельствует о подготовке штурма, который вот уже сейчас начинается. Армия потихоньку втягивается в узость вот этих городских кварталов газы, при этом действуя вот как удав, который обвивает свою жертву, да, и равномерно начинает сдавливать ее со всех сторон. Вот примерно так же действует израильская армия. То есть, таких вклинений в газу отдельных нет в виде вот таких вот клинов, условно. Это делается для того, чтобы противник не мог проникнуть в тыл наступающим войскам. Такие случаи бывали в 2014 году, и противник, и чтобы избежать дружественного огня. Вот это тоже важный момент, поэтому все происходит вот так вот очень неспешно, но у армии четкая задача. И, в принципе, уже вот где-то начинает прорисовываться замысел. Это полный контроль над городом Газа, уничтожение группировки Хамас, ее военного потенциала и ее главарей. Что касается южной части анклава, которая вот отделена вот этой линией прорвавшихся израильских войск, судя по всему, с ней будут решать там как-то отдельно. И не похоже, сейчас осторожно скажу, не похоже на то, что ее тоже будут полностью зачищать, потому что там огромное количество беженцев, огромное количество гражданских скопилось. Газу покинули там порядка 700 человек, я имею в виду город, да. То есть, там скопилось сейчас, ну, где-то, наверное, примерно полтора миллиона жителей. Если там проводить вот армейскую операцию такого же масштаба, то это приведет, конечно, к гигантским жертвам среди мирного населения. Здесь этого тоже всячески хотят избежать. Генерал Агари накануне показывал видео, в котором совершенно четко и недвусмысленно доказал, что Хамас использует больницы не просто как прикрытие, да, для своих военных объектов, а вообще как военные объекты, то есть, прямо с территории больницы они ведут огонь по нашим силам. Понятно, что генерал Агари здесь Америку не открыл, это прекрасно всем известно. Еще году, так не соврать, в шестом-седьмом, когда я бывал в Газе в качестве иностранного корреспондента, я своими глазами видел, как на территории больницы Шифа вооруженные люди садились в амбулансы, то есть, в машины скорой помощи и ехали там куда-то по своим делам. То есть, для Хамаса это совершенно обычная привычная тактика, использовать машины скорой помощи, больницы, раненых, там, гражданское население в качестве живого щита. Поэтому, израильская армия пока, во всяком случае, ударов по больницам не наносит, понимая, какой это вызовет жуткий резонанс в мире, да, кое-как там разобрались с этой историей из больницы Аляхла, которую разбомбил сам же Хамас, точнее, исламский джихад, да, обвинили в этом нас. Но, слава богу, с помощью, там, британской и американской разведок доказали, что это были не мы, что это была их ракета, но, тем не менее, тогда волна пошла очень такая серьезная, и вот, чтобы в дальнейшем этого не повторилось, вот, этого стараются избегать. Обстрелы Хамас свои продолжает. Вот, тоже меня спрашивали о том, откуда у них ракеты, да, вот, почему до сих пор они могут стрелять, но в двух словах объясню, ракеты Хамаса, что это такое, труба, направляющая, закопанная в землю под определенным углом, с помощью тригонометрии элементарной вычисляют угол и направление, куда она должна долететь, скажем, район Большого Тель-Авива, Иерусалим, там Бейт-Шемеш, неважно, Бершева, и вот так их закапывают в гигантских количествах, тысячи ракет вот так закопаны, и уничтожить эти поля ракетные сразу не получается, они управляются дистанционно, либо с помощью таймеров обратного отсчета, соответственно, там боевики Хамаса не подвергают себя опасности. Выставил таймер на два часа и ушел там, освоясь, причем прямо из бункера это можно делать. У них есть тяжелые ракеты, вот они накануне обстреляли город Эйлат ракетой Ай-H250, 250-250 километров, это ее дальность полет. Вот, они выстрелили по Эйлату, ракета была сбита. Кроме этого, произошло довольно знаменательное событие. Йеменские хуситы, которые все по-прежнему, значит, тут спят и видят, как бы им в эту войну, как бы им в этой войне поучаствовать, но они прямые иранские прокси, они подчиняются приказам из Тегерана, они выпустили по нам баллистическую ракету большой дальности, там до трех тысяч километров, и вот ракета эта пролетела 1600 километров в направлении города Эйлат и была перехвачена системой ХЭЦ. ХЭЦ это стрела. Это такая очень продвинутая система противоракетной обороны, и ХЭЦ сбил ее в стратосфере, в заатмосферном пространстве. Таким образом, Израиль впервые вообще в истории осуществил боевой перехват вражеской ракеты в космосе, по сути дела, да, в заатмосферном пространстве. ХЭЦ когда-то разрабатывали в рамках стратегической обороны инициативы, кто помнит, была такая программа еще в бытность там Советского Союза, при Рейгане она начиналась в Штатах, и американцы в рамках этой программы вот тогда разместили в Израиле заказ на разработку вот такой системы ПРО. Суть ее заключается в том, что она способна поражать ракеты, не способна, а поражает ракеты путем кинетического поражения, то есть прямого попадания. Это требует высочайшей точности, да, для такой системы, высочайшей точности систем наведения в первую очередь. И вот Израиль применил ХЭЦ в бою, то есть до этого были случаи боевого применения ХЭЦ, но вот в атмосфере, а теперь вот, собственно, в космосе. Поэтому вот Израиль таким образом, не по своей воле, конечно, но стал первой страной, осуществившей подобный перехват. Я напомню опять же, что программа СОИ была закрыта в связи с тем, что развалился Советский Союз, против которого она разрабатывалась, но многие ее наработки потом пошли, что называется, в производство, и на их основе там разработали всякие такие специфические системы. На юге вообще развернута очень такая серьезная система противоракетной обороны. Там группировка ПВО развернута, чтобы прикрыть наши южные рубежи. В море корабли израильского флота, на дальних рубежах Красном море американские эсминцы с их системой ИДЖИС, поэтому юг прикрыт, и поэтому пока Израиль воздерживается от ответных ударов по хуситам, хотя предупреждает, что если все это будет продолжаться, нам придется отреагировать. Теперь, что касается севера, там после своей преснопамятной речи насрало, понимая, как вот он, в общем, обделался, да, в глазах, так сказать, арабского мирового сообщества, чуть-чуть решил увеличить градус напряжения. Там вчера были довольно серьезные обстрелы, обстреляли город Кириадшмона, я про него тоже рассказывал. Израильская армия нанесла в ответ мощные удары по Южному Ливану. Пока, во всяком случае, большой войны на севере не случилось. Я понимаю, что проблему с Хизбаллой, так же, как и с Хамасом, рано или поздно придется решать, мы не сможем жить с ним рядом. Но, во всяком случае, не на этом этапе войны. По всей видимости, американцы в очередной раз, уже, видимо, в более серьезных, что ли, тонах передали предупреждение в Тегерану и, соответственно, Хизбалле, что если война начнется на севере, если любая из этих сторон вмешается в войну Израиля и Хамаса, американцы вступят в войну на стороне Израиля. Для этого тут собрана, я уже рассказывал, внушительная группировка американского флота, два авианосца, вертолетоносец, штабной корабль, с десяток эсминцев ракетных, пять ракетных крейсеров класса Тикандерога, то есть очень внушительная группировка. В Персидском заливе находится отдельная такая таск-форс, боевая группа американского флота, и все это вот как бы предназначено для того, чтобы не просто парировать ответный удар. Американцы четко дали понять, что в случае атаки, например, Хизбаллы на Израиль, полномасштабной атаки, то отвечать за это будет Тегера. То есть это можно рассматривать, будет как повод к войне, и уже, наконец, разобраться с этим людоедским режимом раз и навсегда. И таким образом немножко эту ось злата поломать. Будут они это делать или нет, пока не очень понятно. Очевидно, что американцы пока ввязываться в большую войну не хотят, но они к этому готовы, и поэтому в распоряжение центрального командования прибыла подводная лодка атомная класса Огайо с крылатыми ракетами на борту. То есть американцы максимально вот нарастили свои силы на Ближнем Востоке, понимая, что риск региональной войны высок, и они к этому хотят быть готовы. Впрочем, надо сказать, что конфликт понемножку, понемножку начинает перетекать из военной плоскости в плоскость дипломатическую. Здесь директор ЦРУ побывал, Блинкин тут буквально не вылазит с Ближнего Востока. Пока основная задача, несколько основных задач, это освобождение заложников, идут там всяческие переговоры с помощью там различных спецслужб и так далее. Все это делается тайно и секретно, и слава богу, нам об этом знать точно совершенно ничего не нужно. Послевоенное устройство газа, это вопрос номер два животрепещущий, но вроде бы из тех сообщений, которые поступали, становится ясно, что уже все приняли эту идею, что нужно Хамас уничтожить, он всем поперек глотки здесь, особенно умеренным арабским режимом. И послевоенное устройство газа, точнее послевоенная ответственность за газу, ляжет на палестинскую автономию, они согласны принять на себя эту ответственность, но при силовой поддержке Израиля, разумеется. Сама палестинская автономия сейчас чрезвычайно слаба, и сама ничего сделать в этом смысле не сможет, поэтому, как обычно, власть Махмуда Аббаса, что на западном берегу, что в Газе, будет держаться пока, во всяком случае, на израильских штыках. Саудовская Аравия повела себя, надо сказать, весьма и весьма достойно, и несмотря на такое внешнее осуждение, Израиль, там агрессия, газы и все такое прочее, они вот говорят о том, что переговоры о мирном урегулировании между Израилем и Саудовской Аравией продолжатся после войны, по всей видимости, там Саудовская Аравия со временем присоединится вот к этим аврамическим соглашениям, так называемым, то есть нормализации с арабскими странами, и саудиты перехватывают ракеты, которые пускают хуситы, то есть саудиты косвенно, но участвуют в войне, причем на нашей стороне. И это очень хорошо, поскольку Саудовская Аравия, Риат, очень такой влиятельный игрок в регионе, и хорошее отношение с ним, благодаря американцам, конечно, это для нас тоже такой очень и очень важный момент. Итак, вкратце резюмируем. Сухопутная операция продолжается, армия приступила к штурму газы. Пока Хамас никакого такого яростного, там, суперсерьезного сопротивления оказать не может, сказывается такое прям подавляющее превосходство Израиля в огневой мощи, и, разумеется, абсолютное господство в воздухе, поэтому вот ближайшая цель – это город Газа, полный его захват, контроль над ним, зачистка и уничтожение всех боевиков Хамаса и, главное, его главарей.